друзья мои парфюмерные всем огромный привет я рада вас видеть на моем канале огромное спасибо всем кто решил провести со мной это время и как вы можете понять сегодня речь пойдет о моих любимых ароматов а бренда мансера их всего 5 как видите один аромат у меня 6 он на вылет еще четыре аромата у меня были покинули мой шкафчик о них я тоже упомянул но сначала вот расскажу про каждый однако давайте все-таки такие общие мои впечатления о бренде это был первый нишевый бренд и вот кстати первый аромат который вообще у меня появился из нишевой парфюмерии это pink престиж и это кстати мой самый-самый любимый аромат от бренда вот так вот удачно я можно сказать начала свой старт с этого аромата знакомство с нишей потому что честно говоря мансера это не тот бренд с которого стоит начинать знакомство с ниши потому что вот первый тезис это очень капризный бренд я могу вам вот стопроцентно сказать избирательный настолько сильно в посадке на каждом человеке неоднократно проверено на моих домочадцев вот на мне например по одному звучит на мужа совершенно по-другому как будто совершенно другой парфюм было такое что тестировала один парфюм на всех вот и на дочке на сыне на муже и на маме и вот на трех людях сидит одинаково а например на сыне это вообще вот просто совершенно другой парфюм очень красивый на нас как-то обычно а на нем безумно красивый и совсем другие ноты слышны поэтому это парфюмы капризные зависимые от погоды от настроения типа кожи гормонального фона я не знаю чего но бывает что даже в разное время года в разные дни наденешь и он звучит и один и тот же парфюм он звучит по-разному поэтому никогда не делайте поспешных выводов по поводу аромата если вы взяли отливальтик или пробник оставьте его на потом как-нибудь еще раз подойдите еще кстати от ароматы они любят постоять чем дольше они стоят через год через два не становится еще более насыщенный еще более глубокий еще более интересный есть ароматы которому совсем не мою там вы знаете у бренда огроменная просто линейка и я человек который считает что наверно в каждом бренде и что-то интересное есть что-то неудачное и вот в мансера да тоже нужно покопаться есть до ароматы похожи друг на друга есть вот этот надоедливый мускус у них последних вот ароматов которые выходили они какие-то все были однотипные все какие-то орущие кричащие вульгарный на мой нос и когда ты знакомишься с более какими-то изысканными композициями более ювелирными более ажурными тебе мансера кажется какая-то вот знаете грубая парфюмерия парфюмерия с какими-то необработанными краями вот хочется этот парфюм причесать как-то доработать сгладить все эти острые углы но тем не менее еще раз повторюсь что можно найти очень красивые интересные композиции и если вам повезет если эта композиция еще на вас идеально сядет то я уверена что вы этот аромат полюбите на много-много лет и также хочу похвалить ценовую политику этого бренда потому что по показателям это ароматы очень стойкие очень шлейфовые как правило есть конечно более спокойные композиции но их мало в основном это очень яркая парфюмерия поэтому если вы не такой вот прям парфюмоньяк и покупаете там один раз в год себе парфюм купив мансера вы не знаю несколько лет точно не будете пользоваться потому что расход у него минимальный буквально один-полтора пшика этого бывает достаточно для того чтобы аромат был целый день в плане цены я вот сейчас заглянула на сайт рендеву перед видео можно купить 120 миллилитров в пределах шесть с половиной семь с половиной это если применить мой код напоминаю что мой код и вообще все блогеры оставляют свой личный код для своих зрителей подписчиков который даст скидку 10 процентов то есть если например акция на бренд а там сейчас скидки идут на мансера в том числе то применив код это все суммируется уже там будет например не 20 процентов скидка а 30 не 40 а 50 вот поэтому я посмотрела ценник вполне адекватный на рандеву все ссылочки будут вести туда заглядывайте там кстати есть еще арома бокс посвященный только ароматам мансера 8 ароматов топовых туда будут входить и также можете заглянуть по ссылкам там тоже на многие позиции есть и маленькие отливанты полтора миллилитра так начну с 6 место это аромат который я не ношу уже наверное больше года точно продать я его тоже как-то боюсь потому что в парфюме спустя время стала проявляться животинка или они маленько да по моему это так называется и когда я слышала о таких нюансах я не могла понять что люди имеют ввиду но мне кажется что теперь я понимаю это аромат амбра и розы свое время он мне очень нравился для меня это умирающая роза черная подсыхающая которую положили на солнце но перед этим обмакнули в лимонад как и подобает бренду аромат очень яркий очень стойкий очень шлейфовый но спустя время в нем стала проявляться какая-то гнилостная нота меня даже возникли мысли что возможно аромат испортился немножко хотя я хранила его в глубине шкафа тем не менее я когда заглянула на фрагрантику я прочитала что реально люди слышат здесь что-то гнилостное что-то грязное и я поняла что нет он не испортился это его особенность вот к огромному сожалению после того как я стала в нем слышать эту ноту которую я раньше не слышала мне кажется что ее реально не было просто аромат настоялся и в нем это проявилось я теперь не могу его носить и вот есть небольшой такой остаточек наверное около 22 миллилитров и мне страшно его выставлять на продажу потому что я боюсь что людей это тоже может шокировать вот так вот и стоит посмотрим что будет дальше это место я хочу отдать совершенно не популярному аромату у бренда это от black candy и этот парфюм зацепил меня тем что здесь есть нота лакричника мне очень нравится но это в парфюмерии она необычная интересная и она здесь с мятой то есть здесь сразу и интересные ноты и интересное сочетание и этот случай когда мята она в принципе держится хорошо целый день но у этого аромата как в принципе я озвучила что бренд очень избирать избирательный этот аромат оказался очень избирательный в плане погоды и вот зимой он такой душка он очень миленький он вот действительно такой сладенький сладенькая лакричная конфета с мятным холодком но когда я попробовала его как-то на себя брызнуть летом я не могла его отмыть это был какой-то мой просто пар в кошмар он зазвучал розой и мускусом это было настолько ярко настолько зубодробительно я терла чем только могла и он просто не отмывался мне кажется что он от воды еще сильнее разогревался от этого трения разогревался и начинал звучать еще ярче но я ношу его только в холод и он душка он реально душка в холодное время года это вкусная лакричная конфетка с мятным холодком а вот четвертое место я даю наверное самым популярным ароматом бренда это red табака особенно среди мужчин и действительно это парфюм который на мужчине звучит просто на миллион долларов это безумно красивый парфюм про вишневый трубочный табак про красивые деревяшки даже какое-то возможно красное дерево про пряности про специи это очень теплый согревающий дорого звучащий солидный аромат который интересно звучит также и женской кожи но я бы наверное женщина все-таки бы посоветовала скажем так родственников этого аромата это ксержов в идеальный букет этой каролина и рейра мистери табак работа квантина биша у меня все эти три аромата были пока что я решила попользоваться тоже наравне с мужем red табака но возможно потом заменю его на какой-то из перечисленных третье место я даю мои недавние покупки от кафе мин сыра и вот в этом видео я рассказывала обо всех своих подробных впечатлениях и там же говорила что с ароматом я знакома давно еще три года назад я брала себе от ливан на заре увлечение нишевого сегмента так скажем и аромат мне понравился но флакон я тогда не захотела потому что аромат не особо переливчивые такой достаточно монотонный он уютный он не с такими показателями как red табака он сидит в небольшом радиусе от вас но он стойкий и он очень очень приятный и это такая категория которую я не знаю вот куда отнести знаете унисекс ровно посередине не мужскую не в женскую вот наклона нет никакого при этом он наверное все-таки древесный в прежде всего здесь много мягкой древесины немножко с ореховым оттенком у меня поэтому ассоциация идет с деревянной посудой которую натерли зелеными зелеными зернами кофе недозрелым и здесь есть такая интересная зеленая хрусткая нотка который многие принимают за стиль деревьев но об этом пишут на фрагрантики честно говоря у меня таких ассоциаций никогда не возникало наоборот мне казалось что это интересно это необычно такое сочетание я вообще любитель сразу хочу сказать если вы меня первый раз смотрите я любитель сочетания несочетаемого либо сладкое горькое кислое сладкое ну вот вы наверное поняли и в еде и в парфюмерии я люблю такие контрасты второе место я даю моему любимому цитрусов парфюмерии и наверное пока что в моем шкафу ни один аромат на тему цитрусов не сравнится с сицилии сицилия это просто коктейль из разных цитрусов здесь для меня есть и сладкие мандарины и какие-то цитрусовые леденцы здесь для меня есть и горькая корочка грейпфрута здесь для меня есть не сладкие кислые лимоны такая лимонная свежесть лимонная чистота и у меня есть огромное количество видео где мелькает этот аромат и каждый раз я его хвалю за его переливы за его игру и каждый раз мне в комментариях пишут что это ужасная вонючка терпеть не могу этот парфюм на мне вообще нет никакой этой красоты ну вот это очередной раз подтверждает что этот аромат как и бренд в целом очень очень избирательный с этим ароматом я никогда не знаю как он откроется потому что иногда он может звучать всем сразу по очереди иногда может звучать просто лимонной чистотой свежестью даже перекликаться с каким-то фэри лимонным и такое бывает обожаю сицилию и вы знаете когда я много не говорила мне очень часто также советовали дикие фрукты это второй цитрусовый очень популярный аромат у бренда и многие мне писали что попробуй он гораздо круче это тот случай когда я купила тогда слепой флакон и он мне не понравился совершенно потому что как раз таки дикие фрукты на мне очень были кислыми не сладкими лимонами с кедром и это звучало прям по мужски это хорошо звучало на моем муже очень органично хотя аромат ему тоже не особо как-то пришелся по вкусу он не был особо перелечивым это тот парфюм который я протестировал на всех моих домочадцах и именно на моем сыне это был как будто совершенно другой аромат я в нем почувствовала и корзину фруктов и какие-то нереально женственные цветы на нем парфюм звучал очень женственно никакой мускулиности которая была на моей коже в общем сицилия если вам повезет и на вас она сядет красиво я уверена что этот парфюм тоже будет одним из ваших любимых цитрусовых ароматов я его очень люблю 10 ананас но к сожалению нас и не слышу но есть люди кто слышит 10 ананас имейте ввиду но первое место я хочу отдать к сожалению снятому ныне аромату pink престиж мансера не знаю как можно снимать такие красивые композиции это лучшая смородина свежая лучшая смородина вам шкафу потому что у меня есть еще на и марабеск но это совершенно другой парфюм и по настроению по плотности по звучанию поэтому эти две смородины вполне могут стоять вместе на полочке они никак не конкурируют друг с другом и здесь смородина свежая она перетерта с листом здесь есть оттенки кожи оттенки шафрана это совершенно не сладкий аромат хотя наверное спустя годы-два в парфюме стала проявляться тоже леденцовость какие-то смородиновые конфетки опять же бампари и об этом я слышала также комментарии своего мужа когда надевал этот парфюм что пахнет такими вкусными ягодными конфетами это было для меня шоком потому что этот парфюм никогда не открывался сладостью вообще ни в каком проявлении и вот так спустя годы он смог меня удивить больше всего pink prestige мне нравится как звучит летом и осенью наверное вот в эти два сезона я только его ношу причем на удивление несмотря на то что здесь есть такие страшные ноты как кожа шафран летом он как раз таки максимально смородиновый но при условии чтобы наносить его именно на волосы на одежду вот на коже быстро выходят вот эти кожаные оттенки а на волосах это прям долго долго будет смородина перетертая с листом без сахара а когда ношу осенью в такой холодный какой-то витрогон тогда кожа очень красиво звучит она добавляет аромату хлесткости современности стиля очень нравится осенью тоже бесподобно дорого звучит парфюм шлейф просто километр это наверное все что я хотела рассказать про свои любимые ароматы мансера сейчас быстро пробегу по ароматам которые у меня были самый большой кошмар который у меня был это парфюм куплены слепую по совету блогера это кажется back to black про этот парфюм когда я его попробовала с мужем я поняла когда люди пишут что пахнет больницей пахнет операционной перевязочной потому что до этого я не слышала небо корень и нигде в других ароматах ничего прям больничного а вот здесь реально операционная и причем меня муж несколько лет назад лежал больнице с переломом руки ему вставляли спицу и он очень хорошо знает эти запахи я очень хорошо помню эти запахи когда его навещал больницы и вот а это тот самый запах вот этого раствора коричневого которым мажут место перед операцией и также он еще открывался таким раствором хозяйственного мыла как будто вот вы что-то стирали в тазике с хозяйственным мылом и вот вода таким специфическим запахом пахнет короче гадкий был парфюм но опять же повторюсь гадки на нас возможно вполне допускаю что парфюм очень красиво на ком-то звучит никаким образом не хочу его опустить в ваших глазах ну вот просто так нам не повезло второй аромат который мне не понравился тоже один из таких популярных ароматов от бренда я его покупала в объеме 8 миллилитров и это был indian dream на мне этот парфюм звучал почему-то очень пыльно и вот эта пыльность мне мешала она перебивала всю красоту в принципе можно было почувствовать что там под слоем пыли что-то красивое но к сожалению на мне это не проявлялось и однажды я образнула этот парфюм на свою маленькую дочку и когда она ходила по комнате я от нее ловила волшебный шлейф которого от себя я никогда не слышала также у меня был прекрасный аромат мне он очень нравится его вам тоже очень советую это мягкий аромат на тему такой солоноватой пушистой ванили это утро хит архита удовая орхидея это удовая орхидея монсера очень сильно похоже на чувственную орхидею от бренда л.м. и на данный момент я хочу как раз таки свою коллекцию именно чувственную орхидею поэтому удовую орхидею я пока не покупаю но парфюм не очень нравится я бы вам его посоветовала также у меня был очень приятный женственный аромат feminity и он для меня абсолютно женский и с этим ароматом тоже была интересная история потому что я делилась этим ароматом и на один и тот же аромат из одного флакона мне приходили кардинально разные отзывы кто-то писал мне что это абсолютно мужской парфюм что он очень сильно одеколонит что это прям такой дедулин крепкий одеколон невозможно носить ничего женственного в нем нет совершенно другие присылали мне вызовы что это вкусная карамель что это цветы и какие-то карамелизированные цветы что это очень сладкий вкусный аромат третье слышали этот парфюм как я а я слышала его как красивую замшу в цветах и когда рассказывал об этом парфюме говорил что он для меня совершенно не в духе монсера а ближе к бренду кортье вот куда-то в ту сторону то есть он для меня был абсолютно такой французский женственные пудрово замшево цветочный парфюм очень аккуратный в итоге feminity покинул моя коллекцию по той причине что у меня есть более любимые замшево цветочные ароматы такие припудренные тоже вот в этом направлении поэтому я решила этот аромат возложить на жертвенный алтарь в пользу другой своей хотелки но этот парфюм я бы тоже вам очень советовала попробовать познакомиться с ним потому что он выбивается вообще из общего настроения этого бренда вот так же несколько ароматов я пробовала в пробниках вот левантах но наверное не буду не говорить потому что все таки это более поверхностные такие впечатления и считаю что в этом видео должны фигурировать только ароматы которые были у меня во флаконах либо в тревел версиях на этом все дорогие мои друзья огромное спасибо всем кто решил посмотреть это видео обязательно пишите какой ваш самый любимый аромат от этого бренда и вообще как вы к нему относитесь любите и вы его не любите вы его здесь может быть вы вообще терпеть не можете этот бренд в целом совершенно не ваша история пишите очень интересно с вами была карина увидимся в следующих видео пока пока